...возрастом разрушает центральную нервную систему. Опять же, это все индивидуально. Есть люди, которым нужно пить алкоголь и нельзя прекращать. Точно так же, как есть люди, которым нужно оставаться толстыми. Я сейчас не шучу, не ерничаю. Счастлив каждый по-своему. И вот тот, кто счастлив, тот и прав, сказал Лев Толстой. Повторюсь. Поэтому есть люди толстые, которые замечательно себя чувствуют, у них очень все хорошо, и не нужно им вообще худеть. Они просто прекрасны в этом, в своей толстоте. Если они похудеют, они потеряют шарм. Есть алкоголики, которые умирают счастливыми. Вот реально, в 30 лет, я знал такого парня. Его звали Саша Ураков, гитарист гениальный был. Это в моем родном городе, в Гомеле, откуда я родил. Вот он захотел умереть именно пьяным, счастливым от алкоголя. Ему все говорили, Саша, у тебя же карьера, ну посмотри, у тебя бабушка. Я хочу пить с бомжами, я хочу пить Динатурат. Я буду пить одеколы, он не кайф, не крут. И вот умер человек в 30 лет, но счастливым. Можем ли мы его осуждать? Не знаю. Для чего-то же Бог нас делал раз. Поэтому моя система, наша система, она не для всех. Я не считаю, что все должны жить так по этой системе. Но те, кто чувствует в себе потребность к изменениям, те, кто не может больше жить вот так вот с собой, кому неприятно смотреть на себя в зеркало, у кого начались проблемы в личной жизни, и чувствуют себя одинокими люди, потому что вокруг обман. На самом деле никто вам расскажет, как правильно измениться. Кто? Кто возьмет ответственность? Только мы. Ну, на сегодняшний день я других не вижу. Не вижу. То есть приходите тогда к нам, потому что мне с такими людьми интересно работать. Мне интересно в сложные случаи, в случае непоправимые, исправлять и делать их простыми. Потому что я люблю, это вот мое, это моя, можно сказать, я как-то не знаю, может быть миссия даже где-то. Я люблю делать людей сильными. Я люблю, потому что, знаете, я расскажу, слабость это оборотная сторона силы. Самый слабый человек, на самом деле, может быть самым сильным. Да. В истории очень много таких примеров. Поэтому, мне это интересно. Мне интересно взять вот такую материю, трепещущую, неудовлетворенную какую-то, да, может быть. Когда человек голодный, когда он злой на себя, на жизнь, когда вот он чувствует, что ему нужно больше, но не знает как. Он хочет измениться, но чувствует в себе слабость. Когда он одинок, и он думает, что он одинок. На самом деле, не одинок. И вот здесь мы одеваем всех форму. Замечательные спортивные костюмы. Мы становимся семьей. Fight Club 99. И вместе мы будем изменяться. Кто-то будет форму поддерживать, как я, например, а вы будете меняться. Помимо вас, и звезд шоу-бизнеса также начал активно кричаться и Виталий Козловский. Ну, в связи с этим он стал меньше кейтин, но зато везде, где нужно и не нужно, демонстрировать свое тело. Вы не считаете, что активные тренировки мешают творчеству? Ну и вообще, как вам новая фактура Виталия? Посмотрите, я не знаю, кто такой Виталий Козловский. То есть, ну, я знаю, кто такой Виталий Козловский. Это человек, у которого с моим другом Игорем Кондратевком был конфликт, потому что якобы Виталий Козловский что-то там, ну, как-то поступил некрасиво. Вот это все, что знаю Виталий Козловский. Я не знаю его песни, я не знаю, как он выглядит, не стучу за его инстаграм. Ну, качается человек, ну, пусть качается. То есть, это лучше, чем если бы он не занимался спортом. Вот. И давайте не будем меня как бы ставить в один ряд со звездами шоу-бизнеса. Я давно не звезда шоу-бизнеса. Я никогда не был звездой шоу-бизнеса. Вот. Я просто звезда. и все. Ну, не шоу-бизнеса. Ну, что касается занятий спортом, как там? Просто еще один вопрос. Читатель, как много времени вы проводите в спортзале, не мешает ли это заниматься музыкой? Да. Значит, смотрите. Вот. Мне 38 лет, будет 39. Вы сможете прямо. Значит, за последние два года в моей жизни было очень много спорта. И никогда я не писал столько, сколько за последние два года. То есть, работоспособность моя выросла в десятки раз. Понимаете? Поэтому стремление правильно питаться и быть сильнее, оно ведь как бы манифестируется еще на ментальном уровне, на духовном тоже, да, уровне. Ну, не зря же говорят в здоровом деле здоровый дух. Действительно. То есть, приходит в голову мысль. То есть, раньше просыпаешься, да, когда вот кушаешь диетическое, организм без будильника встает раньше на два часа, чем ты поставил будильник. То есть, будильник на шесть, в четыре уже подъем. Пол пятого, первый завтрак. Это замечательное время. Пора меж волка и собаки. Сумерки, да, все спят, никто тебе не мешает. Все в каких-то своих там галлюцинациях, в каких-то своих путешествиях, во сне там, вот. Никто не мешает. Вышел на улицу, никого нет. Никаких очередей, никто тебя не подрезал на дороге. Вот. Спокойно, тихо, свободно. И мысли приходят в голову. Вот я обожаю это время, в сумерке, рассвет. Да? Выпить кофейку, там, например. Поразмышлять, помедитировать. Очень хорошие мысли приходят в голову. И пойти утром на первую тренировочку. То есть, позавтракать, допустим, пол пятого в пять, и уже где-нибудь там шесть, шесть, тридцать, уже выезжать на тренировку. Да? То есть, сколько занимаюсь? Это очень индивидуально. Смотрите, минимум я занимаюсь один раз в день, вот. Часто два раза в день, иногда три-четыре раза в день, да? То есть, мы готовимся к каким-то съемкам, например, или просто вот, допустим, ну вот я чувствую прям тягу, что мне нужно идти тренироваться. Я развиваю тогда свои сутки на короткие промежутки, и в каждом, на равное, и в каждом из этих вот интервалов временных присутствует тренировка. Короткая, содержательная, иногда на одну группу можете, иногда я, допустим, это, ну там, допустим, силовая, утром, днем, это кроссфит, вечером, это, например, игровая или бокс. Ну, вот как-то так. То, чтобы это было все интересно, скучно не должно быть, ведь скучно уже просто железо каждый раз поднимать. А сколько раз в день вы кушаете при такой раз? Значит, смотрите, я строго знаю, например, сколько мне нужно в день там съесть, ну, к примеру, там риса, да, каши, вот, и сколько мне нужно в день съесть там мясо от гриль, либо отварного, там, ну, я люблю очень много индюшку, белое мясо, оно не такое тяжелое, ну, либо рыба, вот, то есть я приблизительно точно знаю, сколько это всего, вот, я с утра, допустим, встаю, варю себе рис, 10 минут варится рис, могу показать, вкусный рассыпчатый рис, на воде, без соли, без сахара, без масла, пакую его в судок, вот, видели же вы странных людей, которые в пробках стоят и из сутков кушают в машине, один из странных людей, это я, вот, значит, разрезаю на небольшие, значит, фрагменты, кусок грудинки, например, да, куриный или индюшачий, вот, варю тоже, чтобы быстрее сварилось, варю там 15-20 минут, ну, все, пару огурцов бросаю, пару помидоров, все, ложка, все, и поэтому в течение дня я знаю, допустим, что я должен рис съесть, ну, идеально, в моем случае, съесть его до 3-х часов дня, даже если его там много, даже если это 250 грамм риса, например, да, или 300 грамм риса, вот, до 3-х часов дня, потом уже не ем рис, потом только это, салат, и, ну, мясо, там, птица, рыба, вода, водичку пьешь, кофеек пьешь, там, чаек пьешь, без сахара, ну, то есть, как бы, достаточно простая пища, однообразная. А есть ли у Порховенко Сергея Васильевича какие-то слабости, если есть, то какие девушки, просто? у любого человека есть слабости, то есть, слабости, и она сейчас по диете имеет в виду, да, то есть, слабость. Ну, смотрите, иногда мне хочется, съесть, там, какое-то печенье, вот, я люблю, там, овсяное печенье, иногда я могу себе позволить, там, какую-то пиццу съесть, вот, я очень люблю выпечку, да, с сыром хачапури, там, ну, значит, ну, бывает такое, ну, пельмени, может, иногда смогу съесть, но, такого, чтобы я, допустим, видел в этом верх, ну, верх какого-то чувственного наслаждения, нет, то есть, по-настоящему рад я только тогда, когда я занимаюсь творчеством, вот, и когда я, ну, мне удается радовать вокруг людей, вокруг меня, то по-настоящему тогда я чувствую радость, я чувствую, что я не просто так здесь, а есть какая-то определенная миссия у меня, вот, потому что если я не пишу песни, я начинаю скучать, мне никакие пельмени не помогут, пихая пиццы, никакой фичапури, никакой алкоголя, я уже пробовал это, иногда скучаю по алкоголю, да, хочется выпить себе вина, например, красного, сухого, вкусно же, вот, а так, ну, в принципе, я уже привык, как бы, питаться таким образом, оно работает, то есть, горячий рис, просто на воде сваренный, это тоже вкусно, проще, он пахнет хлебушком, спасибо, вы свели часть своих татуировок, и зачем вы это сделали, потому что этот процесс, достаточно непростой, ну, такой странный человек, сначала забиваю татуировку, потом свожу татуировки, надоели мне татуировки, и некоторые из них уже не несут до меня никакой информации, то есть, я не чувствую себя связанным каким-то там, да, с ними там уже исторически, по посылу, там, память имени дороги, то есть, есть татуировки, которые, наверное, нельзя сводить, там, да, имя матери, или имя детей, ребенка, может быть, да, или там, слава Родине, там, не стоит сводить, а вот эти все штуки, ну, был лейбл у меня, нету сейчас этого лейбла, то есть, люди, которые в нем участвовали, они сами по себе, там, уже нет этой истории, там, нет этой идеи, зачем мне носить, ну, просто, просто сможешь на себя взять, одно и то же, лучше, вот реально, если делать татуировки, делайте их на пятках, потому что не видно, вот, или как-то на спине, может, не из спины, да, потому что неудобно, вот, смотреть на себя, и видеть любого, и тогда, может быть, они подольше просуществуют, вот, в моем случае, честно, я как-то, встаю быстро. Новых не появилось? Ну, не хочу новых, зачем-то. Завязали, да, с этим? Ну, не то, лучше завязал, нет, может быть, я же говорю, я непредсказуемо, может, я когда-то и сделаю, но сейчас, в ближайшем будущем, точно не хочу. А сколько до этого у вас их было? Что-что? До этого? Сколько до этого, туровок было? Ну, у меня все, предплечья, плечья забиты все, звезды все, короны, четыре, по-моему. Угу, хорошо. А есть ли у вас планы к съемке в «Инне»? Вы уже когда-то снимали, с вашим анонсом? когда-то, я в прошлом году, или когда это было, позапрошлом, я же и сам снял кино, вот, и выложил на бесплатное обозрение, это в интернет, называется «Гаджо». Да, мне интересно кино, вот, интересно, и у меня есть идея сериала, которую я, ну, возможно, позже чуть-чуть воплощу. То есть, я понимаю, что такое кино, как его делать. Это тоже очень интересная форма, творческая. Да, и можно сообщить, ну, незаурядное количество эмоциональной информации, вот, вообще информации, с помощью этого вида творчества. То есть, это массовое, массовое культурное помешательство. Вот. С помощью кино можно подняться на новый уровень, во всех смыслах этого слова. Ну, скажем так, если бы не война, возможно, я бы сейчас уже заканчивал снимать сериалы. Ну, по крайней мере, точно бы заканчивал бы работу на сценарии. У меня все было уже готово. Сергей, вы человек мира, и у вас гражданство одной страны, живете вы в другой стране, а творчество вы занимаетесь совсем прежде. Каково ваше мнение по поводу того, что происходит в этих странах, и почему вообще мы не хотим жить мирно, и когда вообще закончится война? Ваше мнение по поводу этого всего окна лица наше коману? Нет, мы не хотим жить мирно. Это кто? Мы не хотим жить мирно. Это за кого все человека есть. Мы не хотим жить мирно. Я считаю, что люди хотят жить мирно. Со всеми поговоришь. Все хотят жить мирно. Никто ни в политике остается. А стравливают потому что. Стравливают потому что. А кто стравливает? Люди алчные, по-настоящему плохие люди. Все лица их вы видите на билбордах. Я вообще не понимаю, как можно не замечать. Вот они выставили свои фотографии. Я тебе витаю, я тебя поздравляю. Вот смотришь на него, глаза и слушаешь, поддонок, вот реально. Вот он молчит, я ничего про него не знаю. Но я просто читаю взгляд, поддонок, натуральный поддонок. Вот они рекламируют себя. Да нету пацанов, которые подымут все. Это все. Потому что продали все за мамон. Нету в этом правды какой-то. Все. Я недавно солдатика кормил в аэропорту. Не дал ему денег на тепловизор, а покормил. Потому что я вижу, он сидит на баре, воду пьет. Я говорю, что ты воду пьешь? И все, поэтому нету в этом правды никакой. Поэтому когда это остановится, остановится это тогда, когда мы поймем, кто нами управляет. Понять это, в принципе, не сложно, но как с этим бороться? Как с этим бороться? Для того, чтобы пробиться во власть, и там что-то решать, нужно быть уже... Очень сложно остаться не испорченным, не запятанным. Да либо человек со стороны должен быть такой, как Саакашвили, кажется мне. Либо нужно действовать очень жесткими методами. Я точно не хотел бы в этом участвовать, потому что, не дай Бог вам всему увидеть, как это должно быть на самом деле. Потому что это очень жесткие меры. Очень жесткие. Именно меры. Это война. Но не такая война, о которой говорят в СМИ. Это реальная война. Где должны умереть люди. Сотни, тысячи людей. Для того, чтобы миллионам завтра... Сегодня должны умереть. Для того, чтобы завтра миллионам жилось легче. И вот я не хочу быть человеком, который это решает. Спасибо большое за ответы. И напоследок пожелания для наших читателей. Друзья, я всем желаю только радоваться жизни. Будьте счастливы каждый по-своему. Любите своих близких. Цените каждый момент жизни. И этого я вам всем желаю. Спасибо. Спасибо.